Еще одно необычное правило в шахматах – взятие на проходе. Это правило было придумано одновременно с правилом, разрешающим двигаться пешкам изначальной позиции на два поля вперед. При движении на два поля вперед некоторые пешки могли пройти мимо пешек соперника, не оставляя последним возможности их побить, что показалось несправедливым. Поэтому было придумано правило взятия на проходе. Давайте попробуем понять, как происходит такое взятие. Если черная пешка делает свой первый ход на два поля вперед и останавливается на пятой горизонтали рядом с белой пешкой, которая стоит на соседней вертикали, тогда белые только на следующем ходу могут побить черную пешку своей пешкой, как если бы пешка соперника изначальной позиции сделала ход на одно поле вперед. В этой позиции, если черные делают ход g5, то белая пешка, которая уже пришла на поле h5, только на своем следующем ходу может побить пешку черных на проходе. Чтобы черные могли побить на проходе, их пешка должна дойти до четвертой горизонтали. В турнирах начинающих часто возникают споры об этом правиле, но тем не менее взятие на проходе – важное правило, о котором стоит помнить, играя в шахматы. А сейчас ваша очередь потренироваться во взятии на проходе.